Газета номер 6, декабрь 2010 года. Вы видите содержание номера, что такое гайморит и так далее. Разные тут вопросы-ответы, как лечить гайморит. Кстати, у меня самого был гайморит. И пока я не исключил из своего рациона питания слизоображающую пищу, не улучшил процессы пищеварения, чтобы организм не вырабатывал слизь, которую выделяет через носоглотку, она там скапливается, ее бактерии начинают разлагать, возникает воспаление и получаются гнойные вот эти сопли. Толком ничего не было. Что важно знать о меховой одежде? И вот огромная статья у Витилига. Дело в том, что я в 7 лет попал под машину. Это было естественно с трестом потрясения. И у меня возникли такие белые пятна. Как их не лечили, толку было мало. И вот бабушка вылила в 9 лет где-то из пух, и эти белые пятна у меня сошли. То есть от того, что был устранен вот этот эмоциональный фактор, который в голове исказил нормальную работу организма и привел к тому, что вот эти вот пятна там появились. Кстати, они тут появляются, вот в основном, если посмотреть, на местах суставов. Вот эти большие суставы, вот на спине там, на коленках, локтях. Вот. И это определенного рода вот расстройство. В 9 лет, как только все у меня прошло, ночью я пугаюсь своей собственной бабушке. И это Витилига у меня до сих пор. Ну, я понял, что, лично для меня, что это от эмоционального потрясения. Если мы его убираем, то, значит, все это выходит, само собой. Если, значит, не убираем, вот различные средства, как то, с точки зрения медицины, с точки зрения народных целителей. Ну, в механизме никто ничего не объясняет. Вот в этой статье только я попробовал дать объяснение со своей точки зрения, что это такое. Ну, и использование различного сырья, различных рецептов, чего только нет. Ванны, масло. Знаете, даже я сейчас склоняюсь к мнению, что это даже может быть, возможно, то есть они разные, я думаю, даже это Витилига есть, особенности, что это даже может быть лишай, который, определенный вид, который вот лишает пигмента в клетках кожи, и она становится белой. Почему применяют различные такие, казалось бы, средства, как, допустим, настойка жгучего перца, спиртового настойка. И некоторым она помогает. А как она действует? Она действует, значит, что там, ну, в первую очередь, она там сжигает, если есть какие-то паразиты или еще что-то, сушит. Грибок любит лаву. Значит, сушит. И плюс усиливает обменные процессы, которые способствуют тому, что нормализуют обмен веществ в клетках и выработку мелатонина пигмента. Вот как раз лечение стручковым перцем. То есть я много этим вопросом занимался. Потихонечку отбирал, отбирал, отбирал. Потом, естественно, посмотрел статью в большой медицинской энциклопедии. Ну и ряд других. Вот искал, искал. И я все это изложил. Ну, думаю, кому-то это поможет. По крайней мере, по крайней мере, я как-то успокоился. И мне этот вопрос перестал волновать. Хотя в свое время, в детском возрасте, я очень и очень сильно комплексовал. А теперь нет. Оказывается, комплекс это внутри тебя. Для других людей это не имеет никакого значения. Ни жена, ни дети даже не обращают. Ни друзья. Вот. Значит, что такое Витилия Витилия Витилия? Какая огромная статья. То есть я практически собрал здесь все, что мне известно на эту тему. Поэтому некоторые, бывает, спрашивают, как вот. Ну вот, пожалуйста, смотрите номер. 6, газета, да, 10-й год. Сухое голодание. Правило, которое надо использовать при сухом голодании. Потому что идет сильное обезвоживание организма, которое в одних случаях может быть полезным, в других случаях может быть губительным, в третьих случаях может быть целительным, в четвертых случаях разрушительным. Как войти, как выйти, как держаться, как проводить. Все это с моими комментариями здесь все это расписано. Опыт каскадного голодания. Каскадное голодание – это использование сухого голодания через интервалы. То есть человек день голодает, день питается, день голодает, день питается. Потом, значит, дальше каскад идет, через какое-то время делается перелив интервал. Значит, два дня голодает, два дня питается. Два дня голодает, два дня там питается. Потом там трехдневный интервал. Потом даже четырехдневный интервал. Ну, там, конечно, интересные такие процессы. Ну, вот, как раз они там описываются, разбираются, чтобы разобраться, по крайней мере. Вы поняли. Эффект сухого голодания, гиеновое время сухого голодания. Так, хочу стать мамой, но не получается. Что для этого надо сделать? Вот, и я как раз объясняю. Немножечко тут... Ну, различные вопросы, которые я выделил, на которые я отвечаю. То есть, на основании письма была сделана статья. Это литературная страничка. Вы можете прислать ту или иную... То или иное стихотворение. Вот. С Новым Годом, друзья натуропаты! Пусть бодрость вам сопутствует всегда. Мы никого не будем виноватить. Но изюминки здоровья всем нам пригодятся на года. Ну, интересно, стихотворение, значит, написала Иванова. Это как раз 89-й год, когда я вел клуб Бодрость. И люди, которые избавились от каких-то своих недомываний, они, воодушевившись, вот, почувствовали прилив сил. Потому что, когда человек в болезни, ему там не до сочинения стихов, не до радости. А тут они почувствовали прилив сил. Почувствовали, что они могут это сделать. Они вот начали писать стихи. Начали там что-то там сочинять. И вот, литературная страничка. И не только литературная страничка. Здесь как раз рассказывается и о питании. И я тут как раз рассказываю, как я был горд за свои книги. Вот, в 90-м году я продал в Ялте свою рукопись, вообще, которая была отпечатана на машинке. Продал я там, по-моему, за 20 рублей, когда рубли еще были рублями. В то время лежали такие красивые книги, там по оздоровлению, но толком их никто не брал. А вот я рассказал толпе, которая рядом была. И нашлись люди, которые купили даже за довольно-таки высокую цену. Так, ну и наша реклама.